Микс Ньюс Добрый день, начинается программа Разворот Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин В гостях у нас сегодня заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоры Здравствуйте Здравствуйте Да, как можно догадаться, поговорим мы сегодня о животных О разных темах, нам можно задавать вопросы Как обычно, звоните по телефону 672 12 93 9 Или 672 13 93 9 Или пишите сообщение в WhatsApp нам на телефон 230 6191 Итак, последняя, в принципе, самая свежая, можно сказать, новость Которая появилась и связана с ветеринарами и животными Это то, что о хозяевах животных, которые допускают, ну как можно сказать Жестокое обращение, недобросовестное отношение со своими питомцами Отныне ветеринаров, ну можно сказать, обяжут сообщать в продовольственную ветеринарную службу То есть в инстанции определенные Насколько это вообще существенные изменения Насколько вы их поддерживаете и считаете значимыми для Латвии В принципе, ситуация такова, что каждый член общества В принципе, обязан сообщать о таких ситуациях Если он видит недобросовестное отношение к животному Которое приводит к его страданиям Может привести к его смерти и так далее То есть, в принципе, об этом должен сообщить любой Вы говорите о моральном обязательстве Да, ну и юридическим В принципе, это юридически должен каждый человек Это уже записано на сегодняшний день тоже? В принципе, да Любой человек, не то, что ветеринарный врач Любой человек должен о таких ситуациях сообщать Потому что это жестокое обращение Жестокое обращение к животным Карается статьей криминального закона 230-й Так что, не сообщение тоже А это что за статья? Напомните О жестоком обращении штрафа А что-то изменилось сейчас? А значит, что изменилось? Ситуация такова, что вступил в силу закон о персональных данных Пару лет назад Да, и вот тут сначала, знаете, как никто не понимает, как применять И сейчас все больше и больше стало говориться о том Что в принципе может расцениваться, что если нет согласия передачи данных конкретного человека То сообщение может быть чревато какими-то проблемами для конкретного ветеринарного врача Потому что не имеет смысла нам давать информацию Просто да, вот там собака и все Если мы передаем в ПВС, мы же должны передавать конкретно с фамилией, имени, с адресом, со всем прочим Если человек на улице увидел, например, как он имя передаст Он может сообщить только по факту? Ну, он может сообщить по факту, но если это стоянка, естественно, что Ну, тут тоже бывают сложные ситуации Но в конкретной ситуации с ветеринарными врачами, что касается То у нас всегда есть эти факты Только вот вопрос был в том, надо, не надо И еще это очень сложный такой вопрос Это все-таки, как бы, и, возможно, твой клиент Или это хозяин одной собаки Или это целый приют, в котором ты, как бы, работаешь, получаешь деньги Да, и тут вдруг ты Да, разные случаи Ну, естественно, и вдруг получается, ну, как ты будешь сообщать? Потому этот вопрос, что... У медиков, кстати, очень похожая статья Они тоже, если связано с... Если у них есть подозрение на то, что травма Или другое заболевание приобретено в результате... Халатности какой-то, да? Да, жестокого обращения А это же такое? Да-да-да-да-да Они должны сразу сообщать в полицию Но жестокое обращение со стороны медиков, это, конечно, такие случаи Чаще от халатности речи Ну, как, например... Нет, ну, не-не-не-не Не о медиках Именно о роде травмы То есть поножовщина, например, да? Ну, конечно Все, он, помимо того, что он должен решать эту проблему с медицинской стороны Он моментально должен сообщить, что это... В полицию Да, в полицию И такое же статья у них есть по поводу жестокого обращения к детям, да? То есть тоже врач расценивает, этот ребенок мог так упасть? Или это, может быть, ему очень помогли упасть, да? То есть, ну, можно сказать, тут схожие эти ситуации Если мы говорим о животных, насколько ответственны, как вам кажется, Вот к 2020 году жители Латвии в этом вопросе сообщают Или все-таки недосообщают? По каким причинам, если не сообщают? Знаете, как-то больше заметно то, что вот те, которые сообщают, у них немножко другие цели Вот то, что мы наблюдаем, что многие устраивают истерику на фоне того, чтобы собирать, например, какие-то пожертвования Вот к нам попало там конкретное животное, спасите, помогите, нам там нужны деньги К сожалению, бывают такие случаи, что даже не подтверждается Вот последний случай, как бы около ботанического сада одна собака уже чуть ли не умерла Котиков уже трупы складывают в кучу Сообщение в полицию, это совсем недавно И полиция была вынуждена в этот случай, конечно, идти исследовать И оказалось, что это фейк-ньюс То есть такие вот заведомо уже такие ложные сведения тоже, чтобы поддерживать такую как бы истерику Но в то же время есть очень ценные сообщения Но, к сожалению, не всегда полиция на них реагирует Вот, например, случай с Десильдой Марко, где были заморены до голода и одна собака из них умерла К сожалению, первое сообщение о том, что в квартире заперто без пищи, без ничего собаки Были два раза На первый раз полиция не отреагировала Это было 10 дней раньше, чем когда уже полиция отреагировала 10 дней без еды и воды, это очень-очень много Я просто так понимаю, что из комментариев специалистов Я так понял, что речь зачастую идет не только о жестоком обращении, намеренном А, например, если животное чем-то заболевает или имеет какую-то травму И хозяин, вот тут уже я вас хотел бы спросить То ли по незнанию или от своей какой-то безответственности Слишком поздно обращается, например, к вам специалистам Это тоже попадает под вот это вот жестокое обращение Значит, что надо понять? Конечно, не оказание ветеринарной помощи длительный период Может привести к сразаниям животного Что надо понять? Это все-таки профессия, которая нам дает возможность Ну, достаточно логически расценить ситуацию И надо понять, что мы абсолютно не заинтересованы сообщать Потому что наше сообщение может еще умедленить Нет, наоборот, наверное Удлинить тот период, в который животное не получит помощь А почему? Ну, например, если человек придет ко мне и говорит Так, все, я вас сообщаю, да Вот к вам придут там Человек забирает животное, уходит Ну, сегодня, через час, навряд ли к нему ПВС придет или полиция Да, вероятнее всего, что завтра, послезавтра То есть, однозначно, что мы заинтересованы Эту ситуацию, как говорится, разрулить По месту, по факту Оказать эту помощь, решить Вот, например, я всем рассказываю Ситуация, человек жил на даче Собака получила травму Он, как он понял, решил эту проблему Скрипив рану булавкой Не одной, а некоторыми большими булавками Когда он приехал уже в ветеринарную клинику Это было почти через две недели Мы открыли эти булавки Оттуда повалился кровавый гной Собака была в септическом, шоковом состоянии Оказалось, что человек реально думал, что он эту проблему решил И вот тот был случай, когда я сообщала ПВС И говорила, что если я не смогу контролировать эту ситуацию То мне нужна будет их помощь Но, к счастью, хозяин полностью решал эту проблему Он сотрудничал, он был вынужден даже Переливание крови нам надо было делать Все услуги он абсолютно платил Все было решено Но бывают такие ситуации, например Травма Открытый перелом Приезжает человек А что здесь можно сделать? А что можно сделать с открытым переломом? Ну, ничего Его надо складывать, надо делать рентгены Это ортопедические операции Это дорогие операции Знаете, я поеду домой, подумаю Тут уже начинаешь уже быть осторожным Что вы имеете в виду, подумаете Ну, таких денег у меня нету Ну, вы что подумаете? Вы подумаете, где денег взять? Да нет, я не собираюсь Я и на себя таких денег не трачу Это еще больше настораживает Потом вопрос А может быть тогда, если вам как бы это животное не нужно Чтобы оно не страдало, усыплять Да сам сдохнет Ну, это уже абсолютно конкретный случай Когда здесь надо сообщать Частные все-таки случаи в большей степени Или вы какую-то прям тенденцию можете наметить? Нет, ни в коем случае Это не общая тенденция Слава Богу, тенденция все-таки есть К тому, что люди начинают выбирать животных более И ответственно осознавая, что они приводят И к обязанностям не только моральным, но и материальным И в принципе, чем больше и громче будет говорить Я абсолютно не беспокоюсь о том, что говорят Ой, ветеринарные услуги очень дорогие Да, пожалуйста, всем говорите, что ветеринарные услуги дорогие Потому что они реально дорогие и дешевле они не будут Они будут только дороже и дороже А у нас в Латвии, ну если уж мы о ценах заговорили Они действительно дорогие, это, конечно, факт Нет, по сравнению с Европой они абсолютно недорогие Но по сравнению с тем, что какие зарплаты у людей Да, уровни благосостояния Да, и к сожалению, вот на этом возьмите собачку Там ее некуда пристроить Очень многие как бы ловятся, но потом они понимают Что они чисто материально не могут ее Если соотносить, я понимаю, что у нас все цены Редкие цены у нас будут меньше, чем в Западной Европе Да, да Но если соотносить с общим уровнем благосостояния Услуги ветеринара и все прочие вот эти медикаменты Это адекватные цены в Латвии, как вам кажется? Однозначно, потому что сравнивать надо ветеринарную медицину Не с бесплатной медициной людей А с платной медициной людей Ну, а бесплатной ветеринарной нам, я так понимаю, нету Нет, нет, потому я говорю, что Так кто-то ничего сравнивается Да, нет, она может только сравниваться с платной медициной То есть, если мы смотрим там, то платные ветеринарные услуги Получаются дешевле, чем человеческие Например Я так понимаю, опять же, без никакого ущемления животных То это нормально, в принципе В других странах ведь тоже, наверняка, человеческие услуги дороже Нет, практически человеческие почти что идут в одну руку С ветеринарной платной медициной То есть, по сути, животные Ну, например, крестевая связка Да, на колени зашить у собаки Это будет несколько сотен За шить у человека будет несколько тысяч То есть, да Ну, поэтому и получаются вот такие вот ситуации, когда человек, наверное, обзаводится животным Не до конца понимая В том числе, даже, может быть, нравственно он готов, но материально он не совсем оценивает Да, это Ситуации, которые могут случиться Потому что если Есть животное, что всегда с ним что-то случится Может, да И потом говорят Да, там можно у друзей попросить Но есть такие ситуации, что Нету просто верем Именно этого всего просить Ну, а есть какая-то возможность, с вашей точки зрения, как-то это каким-либо образом хотя бы минимально контролировать Какими-то примитивными мерами убеждаться, что человек готов То есть, при покупке элементарно животного, приобретении Знаете, я думаю, что это очень-очень трудный вопрос Я думаю, каждый заводчик мечтает о хорошем хозяине своему щенку, который он продает И я надеюсь, что каждый приют также мечтает о хорошей адопции Но, в принципе, убедиться Не имеет ни один, ни второй права проверки Ни благосостояния, ни материального состояния Никаких Ну, огромная, конечно, трагическая ситуация У нас идет завозом так называемых левых щенков Нелегальная? Да, нелегальная в том числе Практически недоказуема Вот те страны, которые являются или сало Островом Которые островом, да, у них ситуация гораздо им легче контролировать Потому что подходов в страну Ну, таких стран не так уж много, конечно Ну, конечно Меньше, чем в материковых Те страны, они как-то более могут контролировать С Латвией довольно это сложно Да, и регулировка нам тут гласит, что пять щенков – это некоммерческая перевозка И, к сожалению, регула не предусматривает, как, например, пять щенков, ввезенных один раз в неделю Переквалифицировать как на коммерческую перевозку Об этом как-то Европа не задумалась, когда этот законопроект был Сейчас они, конечно, специалисты похватились Сейчас, конечно, вся Европа говорит о том Что не только надо, но уже стараются решить Как сделать запреты продажи в интернете Потому что та же самая Англия, у которых очень развиты эти собедрительские общественные инспектора Они поняли, что уже физически эти инспектора уже не могут справиться В нашем виртуальном социальном мире Потому что сделка практически происходит виртуально Это только встреча, когда передается один раз это животное Эту одну единственную встречу поймать, выловить – это нереально Потому что они сейчас идут, например, как запрет продажи животных, как на ССЛВ Такого типа, то есть платформа, что ты должен продавать с микрочипом, регистрационным документом, с паспортом Все идет в эту сторону Я хотел бы все-таки понять еще перед перерывом Вот такие вопиющие истории, как вы рассказали, с этими скрепками и булавками Вот все-таки со стороны, я не знаю, государства, специалистов, ветеринаров Идет процесс какого-то воспитания, общественная такая вот работа По повышению уровня осознанности, что ли, владельцев животных Потому что на такие случаи они как-то вообще… Есть какая-то динамика, они становятся реже Учета нету по таким случаям Ну я имею в виду, конечно, не цифры, а может быть вы как специалист просто с опытом Я боюсь, что их меньше не становится И я боюсь, что проблема не только с животными, проблема также с детьми И, например, поехать на коньках покататься И мы видим, что да, есть надпись, что детей до определенного возраста без шлемов на поле не выпускают В то же время можно видеть абсолютно маленьких детей, которые там находятся без защиты Так что, к сожалению, так же вот велосипедисты без… Я бы сказала, что у нас очень рискуют не только с животными В плане безответственных… Трудно сказать, я думаю, что отсутствие реальных наказаний Я понимаю, что, конечно, наверное, судье очень-очень трудно принимать такие глобальные решения Посадить в тюрьму мать-ребенка, у которого, например, ребенок отравился чем-то Такая большая снисходительность, лояльность, она отсутствует в европейском понятии Потому что, когда мы с членами Европейской ветеринарной федерации говорили о том Вот о защите персональных данных Один из главных ведущих по комиссии этики Он сказал, какие персональные данные могут защищаться у человека, который вне закона Который идет вне закона Говорит, там не может быть никакой То есть у них это само собой Мы тут еще думаем, что он сделал, что не сделал, кто его защищает Он говорит, никто его, ничто его не защищает Сейчас привнемся очень коротко и вернемся Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопор у нас сегодня в гостях Оставайтесь с нами Продолжаем разворот Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопор у нас сегодня в гостях Нам можно звонить, еще раз напомню, 672-12-93-9 И писать в WhatsApp-е 230-6191 Ну вот по поводу наказаний Мы пришли с вами, как я понял, к тому, что все Ну не может быть не все, но часть вопроса заключается именно в этом В том, какое наказание несут те, кто допускает такое жестокое, безответственное, неосознанное отношение с животными И я так понимаю, что на сегодняшний день именно тюремное заключение по делам, связанным с жестоким обращением с животными Отбывают 8 человек в Латвии Да, я тоже так читала Да, да, 8 человек Ну это довольно мало, да, я так понимаю, все-таки? Ну конечно мало, если каждый год в среднем заводится плюс-минус 50 дел До суда вообще доходит из них хорошо, если 10%, даже меньше И если за такой длительный период реальные тюремные наказания Ну в основном административные дела, это, конечно, чаще всего В основном это административные дела, это уборка территории, все прочее Да, да, или денежные штрафы Но я имею в виду 8 человек, это хорошо, это значит, что это не является такой масштабной проблемой Или это можно посмотреть так, что у нас просто вот именно наказание Это очень мягкий подход Это очень мягкий подход, потому что некоторые из этих случаев, где применился мягкий штраф Реально выпивающий, там, поджигание или даже сжигание животного, да, птиц, котов Вот чем мотивирован человек, когда он это делает? Трудно сказать, вот, например, сейчас идут два судебных процесса, которые я тоже все отвергиваю Вот этот Марко Эдисильда, да, у семьи был между собой конфликт Они решили, что никто за собакой не ухаживает, просто бросили ее в квартире Второй случай, юрмальской собаки, женщина заказала убийство своей собаки у соседа Тот ее душил-душил, ногами бил, никак не удалось, глаз выбил, да Вот, ждем, как пройдет суд Здесь может, да, дойти до уголовного? Ну, в принципе, это уже как уголовное дело вопрос, какие меры примет Наказание имеют в виду, да Да, какое наказание, и что очень интересно, что судьи не применяют Есть дневная кайсер Дейбс Лейкомс И в нем ясно сказано, что человек, который жестоко обращался к животным Не имеет права больше держать животного Но почему-то эту статью очень-очень редко судьи принимают Нельзя сказать, что вообще ею не пользуется, но очень редко И меня, например, поразило объяснение судьи именно про случай последний Что это же не так плохо, что потом они смогут держать щенка для своих детей То есть, понимаете, тут ситуация такая, что только что они уморили голодом двух собак Их дети находятся на государственном обеспечении То есть, они не платят за детей И судья говорит А вы что, не читали, что это же очень хорошо, когда дети растут с собаками? То есть, тут даже вопрос не о применении конкретных статей Тут вопрос о понимании конкретного судьи О ситуации Сколько надо вложить, чтобы щенок, собака вырос Хорошим членом семьи Безопасным членом для общества Чтобы его содержать Чтобы обеспечить ему все благосостояние Плюс все ветеринарные услуги О каком содержании животных у этих конкретных двух людей может идти речь? Им не применялось запрет содержания животных Ну, вот если, кстати, говорить так более конкретно, неголословно Мы можем назвать какую-то, например, вот если человек заводит собаку Понятно, что есть разные породы Это очень большая разница Да От малых до больших Но на какие вообще суммы человеку необходимо рассчитывать минимум Если он хочет полноценно ухаживать И добросовестно выполнять все свои функции хозяина По отношению к собаке Это очень-очень вариабельно Я понимаю, да Например, я могу сказать, что больной кот реально может обойтись человеку в 200 евро в месяц Да За ветеринарные услуги Что в целом обучение ветеринара в нашей стране стоит достаточно дорого И чуть ли не на втором месте после стоматологов это все идет Отсюда и такие высокие цены Мы получаемся между медициной и между стоматологией по подготовлению Но выше медицины при этом Выше медицины, но ниже стоматологии Стоматологии уже понятно, что они там на Олимпе Да, да Но довольно-таки получается так дорого Получается, да И учеба не так проста Шесть лет полной учебы То есть, в принципе, шесть лет ты полностью отдаешь Слава богу, не столько, сколько врачи Они, в принципе, начинают работать самостоятельно, по-моему, после того, как они 12 лет обучались Да, у нас немножко как бы Слава богу, это дело поменьше Но, что очень позитивно, я всегда всем говорю, когда нам нас упрекают Ограничения возраста для приобретения профессии нету Вообще нету никаких лимитов То есть, в любом возрасте можно поступать на ветеринарный факультет и полностью обучаться Ну, после 18-ти или даже... Ну, естественно, после средней школы, это шесть лет полной учебы, да Я всем говорю, кто говорит, дорого, сложно, пожалуйста, обучайтесь сами Обучайте своих детей, можете спасать кого как хотите бесплатно Если провести параллели с медиками, правильно ли я понимаю, что и ваша отрасль в нашей стране сталкивается с эмиграцией специалистов Нехваткой, по крайней мере, в регионах точно Ну, сейчас идёт передвижение в сторону Финляндии Вот есть какая-то специфика именно у ветеринаров? То есть, медики там свои у них направления, ну, в принципе, достаточно очевидные Там тоже Скандинавия, Швеция, Великобритания, Германия Ветеринары то же самое, или у них есть своя какая-то вот эта вот... Я, наверное, не поняла вопроса Ну, в смысле, страны, куда ветеринары предпочитают уехать из Латвии, чтобы работать Медики уезжают в большинство, ну, в разные страны, но в большинство уже намечена такая тенденция Скандинавские страны, Германия, Великобритания Я говорю, сейчас передвижение идёт в сторону Финляндии А почему? В Финляндии что-то? Потому что, в свою очередь, Финны перемещаются в Норвегию Это связано с величиной зарплат и отношением человеческого фактора Как тебе комфортно там работать Потому что, если нам, в принципе, каждый день надо бороться за каждый счёт, его разъяснять То, например, в той же самой Норвегии ты просто работаешь, делаешь свою работу О деньгах ты вообще не должен думать Там этот вопрос абсолютно решён Я думаю, медикам это очень-очень важно Потому что очень трудно быть каждый день и ветеринарным врачом Врачом, кассиром, психологом Это у нас так? Ну да, это у нас, и это у каждого врача Знаете, если бабуля приходит, навряд ли у неё есть, помимо денег на семейного врача Еще на психолога, да? В конце прошлого года в Латвии снизили возраст, которого необходимо чипировать и регистрировать собак Было полгода, сделали 4 месяца До 4 До 4 месяцев До 4 Насколько я понимаю, опять же, к вам вопрос Ветеринары выступали ещё за более жёсткое снижение этой планки до трёх, как минимум, месяцев Почему? Это связано с теми периодами, которые связаны с вакцинацией и выдачей документов И в принципе ситуация такова, что мы сейчас всем советуем при первой прививке сразу брать паспорт Сразу брать микрочип И только что в силу ступили ещё правила кабинета министров Которые гласят, что ветеринарный врач после прививки бешенства в течение 5 дней Должен эту прививку занести в единую базу данных ЛДЦ Если это животное в 3 месяца не зарегистрировано То мы физически это сделать не можем То есть в принципе к моменту прививки бешенства в 3 месяца Животное должно быть с микрочипом И оно должно быть занесено Но сделали всё-таки 4 месяца До 4 Но всё же есть этот месяц Ну там, насколько это критично Если человек, я думаю, что этот месяц абсолютно ничего не меняет человеку И сколько я сейчас спрашивала у своих коллег Есть ли проблемы решать эту проблему То есть до 4 мы это подразумеваем 3 полных Коллеги говорят, что абсолютно нет никаких проблем В общем, это решение удовлетворительное Да, это решение удовлетворительное И мы надеемся, что этот результат будет Основные причины и в чём помогает чипирование и регистрация Это собаки теряются элементарно, насколько я понимаю К сожалению, моя собака или мой кот никогда не пропадёт, мы видим Полный фейсбук Моя сегодня пропала, никогда не ожидала, что это случится Это значит быстрое возвращение назад в ситуации пропажи Это возможность доказать право на имущество в ситуации кражи Как бы это ни было странно, крадут даже котов и даже беспородистых Это контроль Потому что есть нелегальный сектор, как его назвать Да, что сейчас важно Что теперь в законе сказано, что это надо сделать до 4 месяцев Но если вы продаёте щенка, то это надо сделать до этой продажи То есть продаёте в 2 месяца Успевайте Вы должны в 2 месяца уже продавать его с микрочипом, с паспортом У нас вообще началась эта история с чипированием когда, напомните? Ну, наверное, лет 10 уже А, 10 уже Просто я помню, что видел в СМИ, что года 3 назад вы очень положительно говорили, что люди Темп взяли очень хороший с чипированием Темп очень хороший Но вот сейчас вопрос Есть и другие мнения, что всё-таки не очень охотно Знаете, в базе данных сейчас более 150 тысяч собак Ватно Да Но в чём проблема? Проблема в том, что каждое самоуправление решает, хотят ли они получить налог И просят ли они денег за содержание собак И проводят они контроль над ситуацией или нет В тех самоуправлениях, где этот контроль эффективно проводится Динамика очень хорошая, очень довольны Не надо тратить деньги налогоплательщиков на содержание животных Ну, скажем так, в Риге я бы сказала, что ситуация просто ужасная Потому что Рижская дума, по последним данным, тратит в среднем 600 до 800 тысяч евро На собачьи и кошачьи вопросы Это мало? Это ненормально много Это много? Это очень много По сравнению с тем, что за налоги они набирают только до 85 тысяч То есть 10 раз Получается, они деньги тратят соцбюджету и других бюджетов То есть эффективность надзора А результат? Ну, смотрите, какой результат Улыбила постоянно и говорит, что у них полный приют животных То есть я думаю, что здесь вопрос контроля Надо гораздо больше осуществлять контроль И все те, которые попадают в приют, должны заплатить И за ловлю этого животного И за содержание в этом приюте Пока этого не будет Это безответственность будет продолжаться То же самое с Аллоспилс Там совсем другая ситуация Там практически на улице никого не найдете Все знают, что полиция работает Ну, в Риге тоже, надо сказать, бездомных собак Если сравнивать, ну, понятно, с 20-летней давностью Это вообще нет смысла Бездомных вообще нет Их нет практически Мальчика, собаки, безответственных хозяев Здесь бездомных вообще То есть стаи такие Это все то, что вы видите Это просто вот незакрытые дворы Свободный выгол, потому что мальчик уже хочется Вот это вот такой уровень Вы сказали 150 тысяч зарегистрировано А сколько мы можем прибавить вот тех, которые не попадают По факту там, ну, примерно есть какие-то? Не можем сказать Сложно сказать Не можем сказать Но при этом еще, насколько я понимаю Проблема, когда люди чипируют, но не регистрируют Это тоже такая, получается, пустая работа, да? Я думаю, что в последний уже какой год Это практически не делается Там были очень большие проблемы с политическим решением Вот именно вот и 10 лет назад Это был абсолютный маразм Я сразу сказала, что это приведет к ни к чему Политически приняли решение, что все выставочные собаки Что все собаки, которые путешествуют, должны чипироваться Но то, что они должны вноситься в единую базу данных Не было принято Политики в последний момент Перед выборами решили, так сказать, помягче этот вопрос принять И в результате есть очень большое количество животных Которые чипированы и не регистрированы Сейчас мы очень всем говорим, что регистрация – это ответственность хозяина Он это может сделать или через интернет, или через услуги вительного врача Или если самоуправление в библиотеке где-то эту ситуацию помогает осуществить местным жителям То это можно сделать там И вторая категория, которая меня беспокоит Это заводчики продающих щенков Надеющиеся, что следующие хозяева поедут домой И осуществят эту регистрацию Но, к сожалению, вот это именно категория щенки Если щенок не регистрированный и есть чип То вот тут надо все-таки, я всем говорю Вопрос налогов не может ставиться выше Надежности и защиты этого щенка Потому что если есть микрочип Но его неведенную базу данных Это ничего не дает Я вижу просто комбинацию цифр, больше ничего Сейчас о животных заговорили еще в контексте этого коронавируса Вообще одна из топовых новостей этого года В частности о том, что в принципе вирус имеет животное происхождение Это связано с приемом в пищу жителями Азии животных Вот, я не знаю, вы, наверное, так не обсуждали Своими коллегами этот вопрос Но насколько, может быть, это говорит о том Что надо как-то пересмотреть свое отношение с животными Не знаю, использование мяса и так далее Кроме того, сразу вдогонку скажу о том Что в прошлом году экологи, насколько я понимаю Вы признали собак самыми опасными С точки зрения распространения вирусов животными Вы, наверное, помните тогда Говорили про какой-то вирус еще в Норвегии Который появился среди собак И он мог до Латвии дойти Вот все это, как можете прокомментировать? Насчет коронавируса ничего не смогу прокомментировать Потому что не читала никаких исследований Что касается схожести вирусов Очень долго была дискуссия о лентивирусе Который вызывает иммунодефицитный синдром у котов И ВИЧ у людей То есть там различие в вирусе было очень-очень маленькое И очень долго были в догадках Реально ли не вызовет взаимосвязь этих вирусов Конечно, там в всех случаях Так называемые зооантропонозы или зоонозы Это всегда есть риск к человеку Но я бы не назвала, что меня удивляет Я бы хотела посмотреть, кто об этом писал Что собака самая опасная Я бы сказала, что кошка является В плане заболеваний, которые можно перенять Гораздо-гораздо выше Ну а вот когда, опять же, в контексте коронавируса Очень много заговорили о каких-то элементарных средствах гиены для человека Ну обычно мытье рук элементарное Если мы говорим о животных Что в этом смысле можно сказать о них? Ну какие средства, какие-то меры безопасности Прививки наверняка Что еще? Вы думаете, в латвийской ситуации? Ну в латвийской В латвийской ситуации Ну во-первых, что надо понимать Что, например, все виды паразитов Они передаются или оральный путь То есть через рот Большинство, правда, вирусов И потом орально-фекальный путь И один из факторов, что надо делать Надо убирать, извините, говно За своими животными на улицах Потому что эти фекалии Являются одним из цихлов передачи Целой кучи заболеваний То есть если люди хотят, чтобы Этой инфекционности было меньше Надо убирать за своими животными на улицах Мы поняли А что еще? Или этого достаточно? Ну я бы сказала, что это единственное Что вы можете делать Прививки вы уже упомянули Да Сейчас что у нас из Хорошо знакомый, но не коронавирус Это Как это переводится Какой-то кашель, что ли? Да, да, да Это кашель Двухкомпонентная вакцина для него есть И вот когда была большая выставка Очень много собак, к сожалению Там, ну не к сожалению К счастью, они там участвовали К сожалению, там оказались на месте Инфекционные собаки И сейчас вот этот кашель Завезен в Латвии Он, в принципе, идет своим путем Но от него тоже есть прививки Их можно делать Это прививка в нос Которая такая Хорошо, у нас не так много времени остается Давайте еще о таких позитивных Хороших новостях поговорим Вот не знаю, насколько вы следили за этим В августе прошлого года Была проведена уникальная Насколько я понимаю В Латвии операция Кошки поставили искусственные лапы протеза Следили вы за этой историей? Да, следила И насколько я заметила сейчас Что, к сожалению, надо перепротезировать Ага Да, да На тот момент говорилось, что это, конечно, уникальный прорыв И даже в европейском масштабе Насколько, опять же, я осведомлен Такие операции до этого проводились буквально в Болгарии Причем так удивительно, что в Болгарии При всем уможении к этому государству И в Великобритании И вот Латвия в этот ряд как-то попала Я, естественно, очень-очень горжусь своими коллегами, которые привели такую операцию Но всегда, когда идет речь о спасении одного животного за очень большие деньги Всегда нам надо оставить в памяти то, что очень много животных в то же самое время не спасается Потому что денег на всех никогда не хватает Ну, это прекрасно, что мы такую операцию могли провести Ну, естественно, но эти пожертвования могли быть распределены по-другому Мы могли, может быть, спасти вместо одной кошки 20-30 собак, котов Но все равно это прорыв Конечно, это прорыв И удалось так, в принципе, в европейском масштабе Ну, знаете, кстати, что называется Голь на выдумку хитра И, к счастью, наши затраты В том же Мы вообще, я так замечаю Вот, например, Догосага Помните? Мегазофагус, да? Не помните? Возможно Тукумас-траума Там были большие разборки Заболевания собак Ну, короче, прошло это до суда Нас хотели засудить на полмиллиона, да? А тогда мы посмотрели Что когда аналогическая ситуация Произошла в Австралии Что называется, ветеринарные врачи Вообще не парились Они просто делали свою работу Получали огромные счета Платили им хозяева, да? Мы кучу этой работы сделали бесплатно Я думаю, вот этот вот фактор Тех людей, которые такие операции проводят То есть, в принципе, они за это Или не получают ничего Получают удовольствие Или получают очень минимальную зарплату За те вложенные То есть, их интересует именно это продвижение За границей это уже большинство Более такой меркантильный подход Если за это деньги есть И за это есть много денег То это мы проводим Если много денег нет, то мы это не проводим Говоря об Австралии, кстати, вы упомянули Все, конечно, наблюдали за этой трагичной ситуацией С пожарами И животные очень многие пострадали И Латвия тут тоже была Ну, как бы косвенно связана Потому что наш врач Янис Бейтнерц Вы, наверное, знаете, да? Он отправился, у него был такой вот зов Он отправился в Австралию, чтобы посадить животных Коал Но ему не удалось Я бы сказала так Что всем, у кого есть зов Сначала надо узнать, ждут ли их там Потому что То же самое в Швеции Было специально Звали Призывали людей Пожалуйста, в Австралию не ети Потому что в Австралии есть 26 миллионов жителей А на тот момент Пострадали Погибли около 30 людей То есть, у них нету Нехватка ресурса У них спасатели на шикарном уровне И нам ветеринарные врачи У них, нашего уровня Не нужны Не нужны То есть, вы скептичны Нет, я не скептична Я знаю реально Потому что у меня есть знакомые в Австралии Конкретные На конкретных штатах Которые повреждены Они так же сказали Им нужны или вайлдлайв специалисты То есть, специалисты очень высокой квалификации Потому что им нужна консервация Особи, которые вымирают Им надо Эмбриологический уровень Да И все Вы с Янисом знакомы вообще? Да, знакомы Ну вы как-то Вот, когда узнали об этом Не знаю, удивились Зная его, например Или потом говорили с ним Я, конечно, удивилась Что ветеринарный врач Может поехать Не узнав Не получив конкретное разрешение И не имея конкретного места Куда ехать Меня это, конечно, удивило Но в итоге он не смог получить визу И, к сожалению, рабочую Там не надо рабочую визу Чтобы быть волонтером Насколько я знаю Ну, тем не менее, да И, в принципе, в Австралии Получить рабочую визу Я вообще не верю Что ветеринарии Ну, флаг в руки Наше время подошло к концу Спасибо вам большое Зап. Секции мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопор у нас была сегодня в гостях Спасибо вам ещё раз Да Всего доброго До свидания Продолжение следует...